В Рождественскую ночь по ночным улицам Воронежа разливался многоголосный, светлый и праздничный трезвон колоколин городских храмов. А главное богослужение состоялось в Благовещенском соборе. На исполненное светлой радости праздничное ночное богослужение собрались воронежцы и гости города. Долгожданный и желанный праздник, пришествие Бога в мир, встретили и в Воронеже. Как сказано в Писании, новорожденному Христу пришли поклониться три мудреца с Востока. В русской традиции их принято называть волхвами. Они принесли спасителю очень символичные дары. Золото, как царю царей, ладан, как первосвященнику, и смирну, погребальное благовоние, как тому, кто должен был умереть за людей. Для всех пришедших в Благовещенский собор настоящим рождественским подарком стало архиерейское богослужение. Все мы с детства любим этот праздник, ждем его, потому что имеем такую традицию православную, христианскую, что этот праздник как бы отвечает на очень многое затаенные вопросы о смысле жизни, о будущем человека. И к этому наши боголюбивые предки приучали своих детей. И дети ждут этого праздника, надеясь на чудо Рождества. Совершение праздничного рождественского богослужения в ночное время имеет основание в Священном Писании. Ведь, как повествуется об этом в Евангелии, событие Рождества совершилось в глубокой тайне. Господь Иисус Христос появился на свет ночью. Родившийся сегодня в Вифлееме, в яслях, в скромных условиях, и тем самым показал, что для Бога абсолютно нет разницы между человеком великим, достойным, богатым, достойным в нашем греховном понимании или же бедным, но богатым духовным. И первые, кто пришли к яслям в Вифлеемске, это были простецы, не ученые, это были просто пастухи, которые были при исполнении своих обязанностей, и которым ангели возместили благую весть о рождении Христа Боговладенца. А на следующий день в Кафедральном соборе Воронежа состоялась Рождественская вечерня. В завершении торжества учащиеся Воскресной школы Кафедрального собора исполнили стихотворение о празднике и рождественские калятки. Воскресной школы Кафедрального собора